Земля раздается, а вот жилищный вопрос фактически не решается. Более чем из трех с половиной тысяч многодетных семей области земельные наделы в этом году получили лишь половина желающих. Но и у них земля без коммуникаций. В муниципальных бюджетах на это средства не предусмотрены, как и на субсидии для строительства. Областные депутаты ситуацию решили исправить. Будем переходить в прямое законодательное поручение, значит, обеспечить эти участки инфраструктурой, дорогами, значит, и возможностью людям строить. Потому что на самом деле, на мой взгляд, существует определенное лукавство. С точки зрения предоставления этих земельных участков. Мы предоставили земельные участки для того, чтобы мы могли их продать. Не более того, что построить там дом фактически для многодетных семей невозможно. Обсуждать реализацию земельного закона решено на рабочей группе. Она пройдет в начале декабря. В окончательном чтении народные избранники приняли сегодня главный финансовый документ региона – бюджет 2013. Он дефицитный, расходы превышают доходы почти на 5 миллиардов рублей, но социально направленный. Почти 70% средств предусмотрено на реализацию социальных программ. Бюджет принят на сегодняшний день пока что без субвенций из федерального бюджета. Есть очень много вопросов проблемных. Это и оплата жилищно-группу данных услуг, это обеспечение равной транспортной доступности. Эти вопросы, думаю, будут рассматриваться на совете, я думаю, будут рассматриваться на следующем заседании дома. Несмотря на дефицитность бюджета, в следующем году вдвое увеличатся премии ученым за вклад в развитие гуманитарных и технических наук. Соответствующий законопроект депутаты утвердили в первом чтении. О учреждении премий Тульской области в области науки и техники – это как раз Течкина и Ушинского, что позволило сегодня увеличить денежное содержание данных премий со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Я так думаю, что это мобилизует наше научное общество и педагогическое общество для решения поставленных больших серьезных задач. Увеличатся размеры грантов и муниципальным образованием. Наиболее эффективные органы местного самоуправления со следующего года будут поощрять за развитие в области экономики, дошкольного образования, спорта и ЖКХ. Надежда Менюхина, Алексей Чичевадзе, ТВ, Центр Тула.